Микс Ньюс Каждый вторник после 14 часов В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема» Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук Аналитическая программа И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире Слушайте на Радио Болтком «Есть тема» У нас одна минута, слушай, последний вопрос Добрый день, в эфире Радио Болтком аналитическая программа «Есть тема» Ее постоянный ведущий Вадим Полищук и Александр Полищук Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и мире К сожалению, сегодня Александр Полищук находится в командировке в столице нашего союза, городе Героя Брюсселя А с нами сегодня будет я, Вадим Полищук, и политолог Филипп Раевский, наш уважаемый гость Добрый день Ну, по традиции мы в первой части программы говорим о латвийских новостях Ну, сейчас, наверное, самая горячая новость – это все, что происходит вокруг Рижской думы Так раз сегодня Сейм, одна из комиссий Сейма, так раз продолжила производство по законопроекту, который позволит Рижскую думу распустить раньше времени С одной стороны, с другой стороны, четверг намечено и голосование по поводу отума недоверия мэру Риги Бурову и голосование по бюджету города Риги Ну, в прошлый раз все сорвалось в последний момент, потому что один из депутатов согласия Нянич Лочевелес отозвал свою подпись, но, скорее всего, в этот раз все-таки дойдет до голосования И также мне, как сторонним наблюдателю, кажется, мы уже не раз обсуждали в эфире даже наша программа эту ситуацию Ну, кажется, что никакой коалиции в городе Риги уже давно нет И согласие с честь служить Риги, они как бы совершенно разбежались И даже мне складываются впечатления, немножечко гадят друг к другу Вы согласны? Ну, я совершенно согласен Я думаю, что коалиции в городе Риги уже нет, ой, уже много месяцев Она, в общем, они разошлись Они тут уже, скажем так, из тесной дружбы все это превратилось в такую хорошую войну Такую взаимонеприязнь И я думаю, что в этой ситуации, может быть, этот распуск Думы вообще идет как такое спасение всех этих политических партий, которые в Думе Которые себя, кстати, зарекомендуют по большей части достаточно плохо в этом процессе кризиса Поскольку кризис был достаточно неожидан Потому что никто не ожидал, что так рассыпется коалиция И никто не ожидал, что коалиция еще будет из своей среды выгонять депутатов Что еще осложняет ситуацию Что будет столько больших фракций, еще маленькие фракции И чего там только нет сейчас в этой Думе Я думаю, и все ожидают вот Роспуска как какое-то освобождение от этого урока Ну, хорошо И вы думаете, что согласие у Роспуска тоже выгоден? Скажут сразу Он не выгоден никому Но согласие он не выгоден чем дальше, тем не выгоден Потому что у меня сказывается впечатление, что так раз Буров борется за свое право поработать мэром еще лишние пару месяцев Вопрос, зачем? И это вот ответ, потому что согласие это невыгодно Я думаю, что вот если мы сравниваем разные отрезки времени Если мы помним, когда начались все эти процессы, коррупционные процессы вокруг Нила Ушакова Если бы в тот момент распустили бы Думу Там был бы один результат выборов И мы хорошо видим динамику рейтингов согласия за этот год Когда вот начались эти процессы и то, что мы видим сейчас Сейчас, чем дальше идет вперед поезд, тем хуже ситуация для согласия Поскольку у согласия нету лидеров Согласие показывает недееспособность Согласие показывает то, что оно Максимум, на что они способны сейчас собраться Только делать какие-то козни Бурову Своему бывшему партнеру по коалиции И я думаю, что это абсолютно может работать на таком национальном уровне Где такая абстрактная политика Но на муниципальном уровне Каждая эта кознь, она ведь стоит жителям что-то Эти козни люди ощущают на себе И абсолютно не в плюс все то, что происходит вокруг этих комбинационных скандалов Пока они делят власть В этот момент мы видим в очередном предприятии Которое было в сфере влияния согласия Опять КНАБ Опять пять человек задержаны Опять коррупции И на чем воровали? На лифтах воровали Да, лифтогейт, это, конечно, интересно Но вот мне также заинтересовала совсем свежая новость Про бюро развития туризма городское Да, это тоже Где тоже было написано заявление в КНАБ Но, насколько я помню Это бюро так раз было в сфере контроля Америкса в свое время И, получается, Ушаков наносит ответный удар Ну, я думаю, что это Поймите, опять же, тут интересно Абстрактные вещи и конкретные Конечно, если это ответный удар Так он такой слабенький удар Потому что бюро по развитию туризма Люди, они не ощущают жителей Если мы смотрим, что важно Человек, который живет в Плявине В Пурцемсе, например, на восьмом этаже Так его лифт ему намного важнее Чем вопросы туризма города Риги Конечно, по денежным вопросам Конечно, наверняка Есть на чем они там между собой ссорятся Но пока что те удары, которые наносятся по согласию Они более болезненны с точки зрения избирателя Ну да, то есть, в принципе, на самом деле Прямым следствием конфликта между бывшими соратниками по коалиции Стала ситуация вокруг бюджета Которая, насколько я понимаю, согласия поддерживать не стремится Обвиняя Бурва в том, что он не учел их важные для них пожелания И в том числе это было одно ключевое пожелание Это оплата факультативов для школ нацменьшинств Поскольку это было обещание Ушакова Которое должно было смягчить переход этих школ на латышский язык обучения Вы считаете, что это достаточно основания для того, чтобы торпедировать бюджет? Ведь все-таки очень многие другие важные проекты будут не поддержаны Из-за того, что бюджет не будет принят И город будет жить, по сути, по старому бюджету вынужденно Мне удивляет то, что согласие, такое огромное ударение ставит на одного человека Олега Бурова Потому что они ведь сказали, они готовы работать в коалиции Но если только Буров не будет мэром Ставьте кого хотите, только не Буров Но там уже, наверное, личное Потому что я помню, что Ушаков назвал Бурова так Как я бы не рискнул повторить в эфире, уважаемые радиостанции Мы тут всегда удивляемся, какой широкий круг общения Ушакова И как он с кем только не общается И с кем он только не может сравнить своих партнеров по коалиции Но если мы говорим о крупнейшей фракции парламента Парламент, извините, Думы Которая еще и в коалиции И она не способна внести в бюджетный проект своих инициатив Ну я удивляюсь, чем же они там занимаются Потому что их влияние достаточно большое И я думаю, что это более искусственная мотивация Почему они не поддерживают проект бюджета Я думаю, что больше завязка, например, на вопросе господина Якорина Как незаменимого человека Согласие на всех ключевых постах, которые возможно его поставить И это больше ключ к конфликту А не вопрос школы нацменьшизм Потому что я думаю, что это больше такая пиар-уловка А если мы говорим о бюджете Я думаю, это особо невыгодно, опять же, тем, кто в позиции Это и невыгодно честь служить Риге Это невыгодно согласие Потому что в случае, если Рига остается без бюджета Никто не выполняет своих обещаний Но самое худшее, они показывают свою недееспособность Что приводит к ощущению избирателей Что за кого они голосовать, если они недееспособны Это тоже самая ситуация, если мы смотрим с противоположной стороны Когда целый ряд оппозиционных партий Когда они могли взять власть Сказали, что они хотят внеочередные выборы Чтобы был такой же сигнал их избирателям Мы недееспособны, мы вас обманывали То есть мы говорили, что мы будем брать власть А мы не хотим ее брать Но тут, опять же, мы будем управлять Ригой А о бюджете не можем договориться Живите-ка лучше из-за наших конфликтов Без бюджета на одной двенадцатой части По закону Что значит, в общем, целый ряд обещаний невыполненных То есть они даже не хотят свои обещания выполнять Да, но с другой стороны, все-таки я могу, наверное, понять и согласие Потому что они пустили на самотек ситуацию со школьной реформой Они им очень долго вообще не выказывали никакую позицию И потом, значит, Ушаков в качестве как бы суперрешения Предложил эти самые факультативы И, по сути, они, конечно, очень боятся Что особенно более радикальное К рулам местной русскоязычной политики Оно посчитает, что согласие подставилось И будет их за это бить И это будет только такой негативный сигнал избирателям Что вот по такому важному вопросу Согласие не смогло их защитить То есть именно, может, поэтому они встали в позу Совершенно с вами согласен Совершенно согласен Потому что согласие в моду суперранде, он такой Как у них начинаются проблемы Так они начинают вспоминать о русскоязычных правах Когда все в порядке Когда рейтинги высокие Власть есть, деньги крутятся О правах русскоязычных Они сразу забывают У них там свое И тут вы правильно подметили Они упустили историю с реформой Они там спокойно промолчали тихонько Потому что они уже раз На языковом вопросе очень обожглись Это называется референдум о русском языке Как о втором языке Обожглись очень серьезно И они сейчас вот так осторожно Но тут они поняли, что им надо идти ва-банк И они вдруг вспомнили, что вот есть там русский язык Что-то их неизбиратели говорили о русском языке Что-то, наверное, важно Наверное, важно И тут они искусственно начинают это бодрали Потому что рейтинги упали И они реально потеряли монополию На русскоязычные голоса И тут сразу начинается вопрос А может быть это будет Буров Который более прагматично может конкурировать И рейтинг показывает, что он очень серьезно Может конкурировать за голоса русскоязычных Может быть это русский союз Латвии Который может с другой стороны Как бы спектр русскоязычных голосов Тоже поконкурировать Ну и в этом моменте они начинают метаться Потому что у них на нынешний момент Идеологии нету, лидеров нету И вот это очень плохая ситуация Для политической партии Которой надо показать хорошие результаты Через два месяца на муниципальных выборах Да, но я вот просто помню Что, конечно, согласие потеряло В рейтингах Но где-то за год По-моему, падение было где-то на 4% По одной из версий По одной из замеров Другая ведущая, которой сейчас нет Вот мы тоже с ней обсуждали это в эфире Она сказала, что это очень много А мне, как человек со стороны, показалось Что это не так много, как могло бы С учетом всех коррупционных скандалов Ну то, что на гости телевидения показали У них наполовину грохнулся рейтинг С 20-ти они стали как бы с недосягаемых лидеров Они превратились в такую партию Латвийскую вульгарис Ну да, в обычную партию Да, обычная партия Ну так же, и что же значит случиться, на ваш взгляд, в четверг? Боров станет обычным гражданином? Горожанином? Я скажу так Они все станут в течение этого месяца Обычными горожанами Я думаю, что распуск Думы – это неизбежность Насчет четверга Но вот распуск Думы тоже интересный момент С одной стороны, вроде как никто не сомневается Что Сейм проголосует за закон С другой стороны, есть мнение комитета юридического О том, что законных оснований для этого законопроекта нет И, скорее всего, в случае оспаривания Эту позицию Сейма будет трудно защитить в суде Ну, это будет… Конституционный суд рассудит Насколько… Но когда-нибудь потом Это уже будет потом Но что интересно, насколько я понимаю Все-таки неформально были консультации с Конституционным судом Это не так, чтобы не было консультации Что министерство провело консультации И там есть прецеденты На которых основывается это решение Это не первое Почему же тогда юристы Сейма решили указать своему начальству на… Может быть, они не хотят ходить в суд Потому что… Потому что они должны делать это за зарплату Да, в том-то и дело Они должны будут ходить в Конституционный суд И они не хотят рисковать своей репутацией Потому что ни один юрист не хочет проигрывать в суд Но я думаю, что тут еще есть план С Или третий план, что, например, в четверг не получается созвать То есть не хватает кворума Если, например, у нас есть… Мы знаем то, что Дума не дееспособна После двух заседаний, которые созваны, где нету кворума И это тоже один из вариантов юридических То есть, что Дума просто не способна собраться Один раз, два раза И по закону она сама себя прокламирует деянеспособной Это тоже вариант, я не знаю Это чисто моя такая, чисто теоретическая конструкция И тогда нет ни бюджета, ни голосования против Бурова Нет и Думы И это снимает риски с Конституционного судопроизводства Потому что там уже читается другая статья Там уже автоматически идет как аргумент Что Дума не деяспособна И это уже аргумент, что там закон… Еще, я думаю, все, по крайней мере, партии и коалиции Очень боятся временных управляющих Но, видимо, это неизбежный сценарий И, наверное, еще много интересного узнаем Однозначно Однозначно Я думаю, что сейчас мы можем перейти тогда к следующей теме Поговорим о самом актуальном международном событии Об импичменте Трампу Голосование по которому ожидается завтра Вообще, конечно, эта ситуация очень интересна Это такой же мексиканский сериал, как только уже мирового уровня Как и мексиканский сериал о связи с Рижской думой Когда, конечно, мы все хорошо помним, как все начиналось Все начиналось с того, что спецпрокурор Мюллер Пытался копать компромат на господина Трампа Ничего у него особенно не получилось Искал он, российские связи не нашел Но, походу, обнаружились разные интересные обстоятельства Связанные с участием Украины в президентских выборах И демократическая партия, которая, лидеры демократической партии Которые явно почувствовали себя в измененном положении Зацепились именно за один сюжет, связанный с Украиной Для того, чтобы развернуть всю эту эпопею с импичментом И, по сути, поводом послужило общение господина Трампа С президентом, тогда избранным президентом Украины, Зеленским Ну и, как мы знаем, что уже в Нижней Палате парламента Как бы процедуры закончены Там все контролируют демократы Было уже голосование И теперь окончательное решение должно будет принято быть в Сенате Где большинство у республиканцев То есть той же партии, которой принесет господин Трамп Наблюдатели говорят, что, по всей видимости, республиканцы не предадут Своего президента и импичмента не будет Но в то же время мы узнали в рамках всей этой истории Еще много интересных подробностей О том, как прежняя администрация работала на Украине Мы узнали об экономически интересном направлении Семейства Байдена, семейства Керри, семейства Пилоси Это, кстати, спикер Нижней Палаты парламента Мы узнали, мы вспомнили про господина Джураль Которого мы раньше знали как мэра Нью-Йорка Теперь мы его знаем как адвоката Трампа И мы даже узнали про украинского бывшего генпрокурора Шокина Который утверждает, что потравили ртутью И вроде как он все время намекает, что это были вот всякие злые американцы-демократы Вообще, конечно, какое впечатление у вас создается, Филипп? Вот просто вот когда вы глядите как в сверхдержаве Вопрос о высшем посте главе государства решается вот на фоне такой, ну, немножко ярмарочной риторики И обвинений, которые носят такой слегка шутовской налет Это вас пугает? Удивляет? Или вы считаете, что, в принципе, Америка, как и любая другая страна, в принципе, развивается похожим образом? И шоу мазгон Мазгон Да, но то, что Юпитеру разрешено, то быку не разрешено И это то, что мы видим в этом процессе То, что разрешено американцам делать, например, в случае вот этих всех активностей экономических Их них высших политических должностных лиц, их них членов семьи в Украине То было бы не позволено никому другому Я думаю, там было бы пресечение очень жесткое с той же стороны Америки Так что, я думаю, это одна часть истории, где мы должны смотреть и удаваться, что только им не разрешено Но, с другой стороны, я думаю, что то, что мы видим, это достаточно безжалостная борьба за власть Предвыборная кампания идет в полную силу Трамп очень сильный кандидат Демократы могли, конечно, делать, что они хотят Все эти четыре года рассказывать, какой Трамп шут И кто он там только Какой он только не способный быть президентом, если вы помните Несостоятельность быть президентом И все то, что было проецировано Оказалось, что все не так плохо За четыре года он показал себя, что он очень состоятельен быть президентом Он, что самое интересное, еще и выполняет обещания политические, которые он дает Целый ряд обещаний, которые все говорили о неутопии Он их реализовал И его позиции предвыборной кампании Как никогда сильны Если мы смотрим, опять же, кто же его конкуренты со стороны демократов Ну, там нельзя сказать, что без проблем в демократической партии И это ситуация, когда демократическая партия занимается каким-то таким кризис менеджментом Они видят, что они слабы Они, я думаю, думают опять о следующих выборах в Конгресс В Нижнюю палату Мы знаем, что там будут midterms Они там очень регулярно перезбираются И тут они понимают, что они могут в один момент опять это большинство потерять И я думаю, что в этой ситуации они делают все, чтобы как-то еще удержаться в этой ситуации И показать свое лицо, пока они не найдут опять нового лидера или кого-то, кто может реально конкурировать с Трампом В этой предвыборной гонке Потому что не надо списывать это со счетов, что может появиться еще кто-нибудь Но говорят, что у этой проблемы между демократами и республикациями Вернее, точнее, между Трампом и его сторонниками и прочим Членов элиты или государственных граждан Америки Как бы есть у этой проблемы есть два аспекта Один, он такой идеологический То есть считается, что Трамп, у него есть свое видение будущего США Его нельзя назвать классическим глобалистом Он, конечно, за Великую Америку, но он не за то, чтобы Америка там всех содержала, всем раздавала деньги Или покупала, по сути, своими деньгами влияние И предоставляла военное присутствие только ради союзнических отношений То есть он такой сторонник прагматичного подхода И что, конечно, очень многим людям, как только глобалистского, склада ума очень не нравится С одной стороны А с другой стороны, конечно, поскольку борьба против Трампа Заслажу очень далеко, было слишком много сказано и сделано И то, что не все было чисто перед выборами Трампа, это всем очевидно И что процедура импичмента, которая была начата, тоже она несколько странная С юридической точки зрения И очень многие люди, которые в ней участвовали Они, в принципе, имели личную заинтересованность Некоторые говорят о том, что борясь против Трампа Верхушка демократов, они в некотором смысле борются за свое Не только политическое будущее, но просто за будущее То есть если Трамп достаточно укрепится, могут начаться посадки Я думаю, что нет, я думаю, что будущее Они просто думают о будущем партии Они политики, они прагматики В Америке надо от них учиться, нашим политикам, насколько они прагматичны Красиво говорят, а решение принимают прагматично Ясно Ну, мы прерываемся на рекламу Оставайтесь с нами И снова здравствуйте В эфире «Болтком» аналитическая программа «Есть тема» В студии ведущий Вадим Полищук И наш гость, политолог Филипп Раевский Сейчас мы хотим перейти к следующей теме международной повестки Это поговорить о Брексите Мы много говорили о Брексите В смысле, когда он состоится Мы ругались, удивлялись И восхищались особенностями британской политики Работой британского парламента Рассуждали о том, как Европейский Союз оказывает давление на Британию Как Британия пытается оказывать на Европейский Союз давление То есть мы все это давно обсуждали Теперь все, это уже случилось Теперь уже пора говорить о последствиях Именно для Великобритании, для Европейского Союза Ну и, конечно, для Латвии А что же теперь будет? Ну, понятно, что первые 11 месяцев будет переход на период И вроде бы ничего не изменится Но, тем не менее, в рамках этого предварительного периода По крайней мере, должна будет выработана модель взаимоотношения Британии с Европейским Союзом И от этого очень сильно будет зависеть На какая будет модель взаимоотношения Британии с другими крупными международными игроками Прежде всего США и с Китаем Потому что это очень важные для них внешнеторговые партнеры Ну и когда я смотрел ролики, видеоролики, которые показывали, как британцы праздновали Не все, конечно, праздновали, кто-то расстраивался, но кто-то праздновал Брексит То меня удивило, что я видел, кроме британского флага, еще один иностранный флаг Почти везде Это был американский флаг Как вы думаете, Филипп, надежда британских брекситеров на то, что за границей, в смысле, шраем помогут Они на чем-то обосновываются? Я думаю, что она обосновывается на традиционном мнении, что Великобритания имеет особые отношения с США Во-первых, это история, все-таки достаточно близкие отношения Второе, все-таки США и Великобритания, если мы смотрим историю всяких военных действий по всему миру Это всегда очень близкие союзники Очень часто Великобритания и США вместе воюют, скажем так, если так просто сказать И они могут друг на друга достаточно четко положиться Я думаю, что это такое мощное основание Но есть маленькое но Но заключается в том, что время прошло И если мы сравниваем эти экономические отношения Тут уже совсем немножко все поменялось С тех времен, когда еще был в таком стадии становления Евросоюз Тогда, когда создавался Евросоюз Тогда были три большие государства Великобритания, Франция, Германия И они создавали свои отношения с США И тут, конечно, Великобритания имела свое особое отношение с США Но тут, если мы смотрим о Великобритании versus Евросоюз По тяжести экономической Тут начинаются уже вот такие маленькие проблемы Потому что у США есть свои отношения с Евросоюзом И интересы в Евросоюзе И у Евросоюза могут быть по величине Тоже относятся к отношениям Китая и Евросоюза И тут как-то, я думаю, что те риски, которые существуют Это риски, что Великобритания по своей величине Они, конечно, могут показывать, что они большие и важные Но когда играют такой величины игроки, как Евросоюз, США и Китай А еще для них хуже Когда начинается вообще перепалка между Китаем и США Тогда там и Евросоюз слишком маленький игрок в таких отношениях Куда еще Великобритания? Хорошо, но Трамп ведь неоднократно говорил Даже не намекал, а говорил Выходите, британцы, выходите Я вам предложу суперсделку В суперсделку от Трампа вы не верите? Суперсделку от Трампа Я верю, знаете, как мы в предыдущей тему говорили Трамп, он такой неконвенциональный лидер США Он за эту суперсделку свою попросит И тут, если мы смотрим дискуссию внутреннюю Есть святая корова, НХС Это сфера здравоохранения Великобритании И в тот момент, когда США начинают метить Что их фармацевтические гиганты хотят свою долю в этом бизнесе В тот момент внутриполитически вся Великобритания начинает вздрагивать Потому что они понимают, что это значит Открыть свой рынок здравоохранения для американских игроков Которые намного тяжелее, больше, более конкурентоспособны И более жестки в этой конкурентной борьбе Это одна из тем, где США может попросить очень серьезных уступок Со стороны Великобритании для того, чтобы получить эту суперсделку от Трампа Ну да, потому что на самом деле, конечно, Трамп своего не упустит Это мы понимаем С другой стороны, конечно, многое будет зависеть от того На каких условиях они договорятся с Европейским Союзом И здесь понятно, что Европейский Союз проявит крайнюю жесткость Будет оставить свои позиции И никакого максимальной открытости своего рынка британцы не хотят не допустить Значит, не будет и максимальной открытости их территории для рабочей силы Из второй Европейского Союза Но это будет означать, что и условия для циркуляции товара будут намного худшими Чем сейчас или чем, допустим, в той же самой Норвегии Которая все-таки участвует в общем рынке И вообще, конечно, очень интересно, как будет складываться ситуация А в Китай британские отношения вы не верите? Если мы говорим о китайских отношениях Традиционно с кем у Китая очень плотные отношения на нашем континенте Это Германия Есть немецко-китайские отношения Они основаны на очень плотном взаимодействии экономическом Китайско-английские отношения, они... Там истории еще ставят какие-то препятствия, неприязни Но есть огромные инвестиции Китайские, Великобританию, как известно А наоборот А противоположные инвестиции И также есть такая интересная точка зрения Которая, в принципе, имеет основание и в статистике экономической О том, что европейский рынок является в некотором смысле Объектом с конкуренцией между США и Китаем То есть они борются за этот приз И любопытно, что в то время, как Трамп все больше и больше выступает Как такой спортивник глобализации в классическом смысле То лидеры КНР, наоборот, постоянно говорят Мы за глобализацию, вы что, мы за свободу торговли А свобода торговли – это то, что в свое время сделала Великобританию И очень трудно будет устоять перед этой красивой И традиционной для них идеологией Но самое главное, что Евросоюз, я думаю, не будет Европолитики, евробюрократ высшего уровня Постараются сделать это Не дать Великобритании стать посредником Между Европой и США и Европой и Китаем Потому что англичане, они всегда были посредниками Очень-очень удачными, очень хорошими посредниками В разных торговых сделках, разных торговых потоках Они даже до сих пор ими являются благодаря Сити, как известно Да, конечно, и в этой ситуации, я думаю, это такая негласная Но тихая договоренность между Германией и Францией Что они не хотят этого посредника И будут делать все И это будет, я думаю, основа той сделки, которая будет между Евросоюзом и Великобританией Которую надо заключить за следующие 11 месяцев Чтобы не дать возможность, чтобы англичане стали вдруг посредниками И начали каким-то образом зарабатывать на Брекзите Вот как на свободе Ну, конечно, они вот посредники свободной торговли А вот как-то я вспомнил, плакат был такой немецкий Во время Первой мая войны Боже, покарай Англию Вы думаете, что переговорщики Европейской Союз Будут руководствоваться этой максимально где-то в глубине души? Я думаю, что да, наверняка Потому что все-таки, ну, надо, как бы Я думаю, что они, ну, есть одна такая, опять же, негласная цель Но показать, что, ну, Брекзит, ну, нехорошая Ну, вроде бы уже показали Плохой пример Говорят, что уже британская экономика потеряла больше, чем она вложила за все время своего членства В ЕС, а потом в ЕС Аппетит, аппетит появляется в процессе еды И я думаю, что тут только для них начинается разгар Потому что пока что Великобритания себя показала Ну, Евросоюзу ничего не надо было делать Там хватило ихнего парламента, чтобы это все превратить в трагедию И никто не может сказать, что Евросоюз Я бы сказал, что все-таки не трагедия, а в трагефарс В трагефарс, да Да, потому что, конечно, то, что политическая элита Британии, которым мы все считали, что там такие традиции Так все отлажены механизмы Что они не могут договорить Ну, понятно, конечно, что православная проблема в том, что большинство эстаблишментов было против Брексита А они должны были принять решение по поводу Брексита С другой стороны, ну, что же делать? Это же как стихийное бедствие На котором в смысле получилось Нужно же было принимать меры И все время, которое они должны были потратить на подготовку к Брекситу И для того, чтобы выяснить свои позиции Вести, наверное, какую-то разведку боем за пределами Европейского Союза С будущими потенциальными партнерами Они просто потратили на внутренние дрязги И время, главное, не потратили время И через этот человек, который смог консолидировать Этот человек с такой неоднозначной репутацией, как Борис Джонсон В том-то и дело И еще мы не знаем Честно говоря, я не знаю, какая будет процедура Вот как будет утверждаться еще эта сделка Которая будет заключаться с Евросоюзом через 11 месяцев Это чисто правительство это голосует Или еще там тоже парламент имеет свое слово сказать Я думаю, что тут совсем еще непросто Мы имеем такой Первая часть дистанции они пробежали И уже выдохлись И сколько ресурсов Двое выборов Они ресурсов там потратили политических неимоверно много Конечно, победа Бориса Джонсона Она немножко дает возможность отдышаться Потому что сейчас они имеют реальное большинство Парламент они контролируют Это намного лучше ситуация, чем она была до выборов Но, конечно, все равно он ведет регардные бои В Северной Ирландии, в Шотландии Но, тем не менее, действительно у него, наверное, полгода Тут надо отметить, что в Шотландии Они потеряли очень много голосов консерватора И в Шотландии тоже Это еще внутренняя проблема То, что они сказали шотландецам Что все, у вас один референдум был Все, хватит, второго не будет Я думаю, это все тоже не так просто Но тогда, когда опять будет сделка делаться Тут надо вспомнить, что их система Система избирательная Она очень тяжелая тем, что у каждого депутата Есть свой округ, за который он ответственный И тогда, когда начнется сделка заключаться Мы знаем, одни бизнесы будут в плюсе, другие в минусе И тут опять найти, чтобы их все соратники Консерктивной партии чувствуют себя комфортно со следующей сделкой Это будет, опять же, настолько же тяжелый процесс Как он был до этого голосования о Брекзите Да, ну, то есть, конечно, там И, конечно, наверное, самая большая проблема Это, на самом деле, отсутствие времени Потому что 11 месяцев для такого сложного соглашения Это явно недостаточно Конечно, говорят, что, может быть, выделят Какие-то менее сложные темы Или там, где темы, по которым Европейский Союз имеет компетенцию То есть, чтобы их можно было быстренько ратифицировать Без того необходимости пропаганить этот процесс Через все национальные парламенты Но факт остается фактом, что Поскольку даже с моделью еще не определились Насколько я понимаю Есть только некоторые идеи Да То, наверное, они к лету только определятся с моделью Потом что-то, может быть, примут до конца года Но хотя Джонсон говорит, что Я не хочу продлевать переходный период Что-то мне подсказывает, что Не придется А Брекзит он тоже уже 4 месяца в Канаве Да, то есть В принципе, значит Период неопределенности у них продолжается И хотя, вроде бы Наверное, инвесторы могут сейчас Захнуть спокойно Брекзит все-таки случился Место Брекзит случился А последствия еще никто не понял, какие будут В последствии никто не понял, да Но, тем не менее, как говорится Главное, хоть какая-то движуха пошла А теперь, значит, уже можно будет готовиться к следующим проблемам Да Ну, хорошо Но если посмотреть на события последних дней То оно, может быть, не такое значительное Но довольно характерное Это обострение Которое произошло в Сирии Многострадальное Между, получается, сирийскими Осадовской Сирией, скажем так И Эрдогановской Турцией Когда погибли турецкие солдаты Обвинили в этом сирийскую армию Были начали удары по сирийской армии Но потом До этого Эрдоган поругал Путина До этого Эрдоган сказал, что Крым останется украинским Вот Но Потом Они с Путиным, сколько я знаю, поговорили И вроде как Если судить по новостной ленте Конфликт оказался исчерпан А в Идлибе продолжается наступление сирийских войск Анклав Неподконтрольный Осаду Сужается все больше и больше И Таким образом Те силы в Сирии, которые поддерживают Турцию Они становятся все слабее И, скорее всего, наверное, скоро Пойдет речь уже опять о зеленых автобусах Которые будут эвакуировать их куда-нибудь Но все-таки это, мне кажется, интересный повод Поговорить об амбициях Эрдогана Которую время от времени он проявляет То есть он залез в Сирию Сначала вместе с американской коалицией Когда понял, что тех ничего не получается Связался с Россией и Ираном Он тут недавно отправил войска в Ливию Это что? Не османизм? Это амбиции Ну, Турция не может Она не конкурентоспособна быть глобальной державой Ну, как Китай или США Но у них есть весь потенциал быть державой региональной И для них очень-очень хорошая ситуация Вот то, что Иран удерживается США удерживает Иран То есть Иран не развивается Иран один из таких, который по своей величине Может быть конкурентом Турции в регионе И в этой ситуации Они видят, что они могут играть Как региональная держава Региональная супердержава Но из этого исходят их неамбиции Сразу, конечно Но как-то они только везде Почему-то пока проигрывают В Сирии они явно не очень успешны В Ливии Ну, посмотрим Скажем так Сирия Она вообще Ну, такая нехарактерная ситуация Если мы помним Несколько лет назад Говорили Ну, все там Сирию поделят Сирии такой, как она была Никогда больше не будет Ее территориально поделят Турция там свое Откусит Израиль свое Каждый Вот не будет Сирии Посмотрите, какой кувырок произошел Осад Все-таки набрался силы Он старается все-таки Осад нашел для себя Довольно мощную крышу Да, но Но в этот момент Я думаю И расклад Какой-то ситуативный был На его стороне И в этой ситуации По-моему Турция уже Так Учла Территории Которые она будет иметь От Сирии И тут как-то Ну, да Тем не менее Они все-таки Договорились Каким-то образом То есть Их, конечно Понятно, что у них есть Свои соображения безопасности Как они их понимают Это, конечно, с курдами Проблема Но До этого мы помним Конфликты с Израилем По поводу поддержки Палестинцев Которые тоже привели К большому Ухудшению Временному отношению С Израилем Которые сейчас Несколько Нормализовались Теперь Начнет Он Пытается Залезть В ливийский конфликт Это не нравится Никому Незападным державам Не России То есть, конечно Амбиции много И много хаотичных Как мне кажется В движении Но результата Пока не видно Может быть, это многоходовка Может быть, они смотрят Что ты должен быть Во многих процессах Чтобы потом было Что уступить Чтобы договориться О чем Ну, это скорее Напоминает Известную поговорку Про непрофессиональных спортсменов Что если не победим То согреемся Вот Но пока Как-то Не видно Чтобы У Эрдогана Да, очень много Трескучих Идеологических Высказываний Да, понятно Что он Где-то себя видит Уже Региональным лидером И он действительно Является Региональным лидером Но пока Конечно Мне кажется Некоторые вещи Которые он получает Именно как региональный лидер Это Следствие решения Которые принимал не он Он просто и поддержал Ну, например Он стал Для Европы Хабом Для Прежде всего Российского газа Очень выгодная позиция Но это же было Не его решение Да, но Результат Ведь важен Тут еще надо учесть Два момента Внутри политические Как видят Турки своего лидера И его место И Второе Все-таки Надо вспомнить Что у Турции Все-таки Очень серьезная Армия Надо помнить Что это одна Из крупнейших Армий НАТО И у них Есть военные возможности Которые Они могут Использовать И они стараются Использовать И показать Чтобы с ними Считались Я думаю Это одна из частей И я думаю Что тут очень важно Все-таки Учитывать Внутри политический момент Как он Хочет видеть Потому что он все-таки Смотрит О своей власти В долгосрочном Своем контроле Над Турцией В принципе На самом деле Это наверное Первый Президент Турции За последние Пару десятилетия Которые 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 Сидно Пытаются Переформатировать Характер Турецкого режима Да То есть Камелизм Ему не близок Явно То есть Это политический Ислам С другой стороны Он конечно Не похож на Такого Фундаменталист Исламского Поэтому Несколько сложно Может быть Понятие Что он делает Вот Но Его Амбиции То есть Не Османские Они конечно Когда-то Наверное Лет 20 назад Турция Активно пыталась Работать в Средней Азии Но там В принципе Ничего тоже Особенного Не получилось Потому что Конечно Такой Тюркский мир Это в некотором Роде является Иллюзией Его нет Есть близость Языковая Но Слишком большие Различия И тогда он Обратил внимание Вроде как На другую сторону Шара Там Где вот когда-то Простирались Но там Это арабский мир И так раз Вот в арабском мире Отношение к туркам Исторически тоже Крайне насторожено В том числе Из-за имперского прошлого И поэтому На что рассчитывает Эрдоган Не совсем понятно Может быть Он просто хочет Себя записать В истории В качестве кого? Лидера Сильного лидера Что сильного? То есть То что он Это турк и он Да Потому что он виден Может быть Знаете Ну его конечно Называют за глаза Султаном Смотрите Как в Китае Ксиэпинь Сейчас он В конституции Себя записал Так и Может быть Он что-то видит Какой-то пример В этом Ну возможно Хорошо Наша программа Подошла к концу Встретимся Через неделю Напоминаю Что в студии Был ведущий Вадим Полищук И политолог Филипп Раевский Спасибо До свидания На одной волне С городом Радио Болтком